Считанные дни остаются до открытия современной и уютной Химкинской центральной городской библиотеки. В обитель знаний уже завезли оборудование, которое позволит сделать из классических читальных залов высокотехнологичную умную библиотеку. Директор библиотечной сети Алена Калина рассказала о назначении техники. Это оборудование для зоны Maker's Place. Это трансформируемая чудо-площадка для проведения различных занятий с детьми. Тут же интерактивные панели, которые будут находиться по всему периметру библиотеки. Это интерактивные панели с тач-устройством. Можно будет оперативно подойти и получить какую-то информацию. Здесь у нас VR-комплексы, наушники для того, чтобы можно было в калоркинг-зоне работать в тишине. Здесь вы видите оборудование для фотостудии. В принципе, помещение, где мы находимся, это и есть будущая наша фотостудия. Полностью оборудование профессиональная фотостудия с фотоаппаратами для наших маленьких пользователей. Это мы тоже учли, то есть мы предполагаем ее использовать как образовательный элемент. Осталось только это все, естественно, монтировать и освоить моим сотрудникам для того, чтобы библиотека имела формат, библиотекарь, вернее, вышла из формата привычного библиотекаря. Ремонтные работы в библиотеке уже почти завершены. Впереди генеральная уборка. Помимо классического читального зала для взрослых и детей, здесь будет кинозал, каворкинг, трансформируемый зал для мастер-классов, конференций, тренингов. Перед организаторами стоит задача повысить интерес к чтению, настроить людей на интеллектуальное развитие. Библиотека стала победителем конкурса по созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Это социально значимый проект нашего города. Город занимался ремонтом этой библиотеки и закупкой мебели. Соответственно, все интерактивное оборудование поступает в рамках национального проекта «Культура». Нужно сказать, что директор библиотечной системы Алена Калина действительно очень любит свое дело и делает максимально для того, чтобы наша библиотечная система была одной из лучших в стране. И, конечно, все только для жителей нашего города. Открыть умную библиотеку планируют до конца года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова